В свои 93 он с таким же трепетом, как и 75 лет назад, готовится к встрече гостей. Парадный мундир и начищенные до блеска медали. Это то, что сегодня вновь и вновь возвращает память ветерана к событиям Великой Отечественной войны. Владимир Миронович Романенков ушел воевать на фронт еще ребенком. Форму и первое боевое задание командира он выполнял уже в 16. Я закончил школу младших командиров, месяц проучился и нас направили на фронт. Вот, в июне месяце. Сколько вам лет тогда было, когда вы ушли на фронт? 16 лет. Ну вот так. Был приказ, все, вперед. И вот мы пошли в бой на Берлин. И вот 20 апреля 1945 года мы дали первый зал по Берлину. Владимир Миронович один из немногих очевидцев и непосредственных участников Великой Отечественной войны, проживающих сегодня в Ленинском районе. А потому и внимание к нему особое. Поздравить Седовласова героя 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков пришло большое количество гостей. Есть поручение президента. Владимир Миронович, к 75-летию освобождения Республики Беларусь учреждена юбилейная медаль. Решите от всей души вас поздравить с наступающим праздником, пожелать вам крепкого здоровья и вручить вам эту награду. Я надеюсь оправдать ваше доверие. Спасибо, Владимир Миронович. Спасибо. Поздравляем, опоздравляем. В каждом поздравлении пожелания здоровья, сил, энергии, которым можно позавидовать. Наверное, только познав на своем опыте, как скоротечная жизнь и как мало на самом деле нужна человеку для того, чтобы быть счастливым, можно научиться ценить такие простые, на первый взгляд, вещи. Это всегда остается какая-то вот ранка, шрамчик где-то в душе, а тем более тех ребят, которым 18 лет, они вообще жизни не видели ничего и отдавали жизнь, шли в бой, отдавали жизнь за то, чтобы мы так вот сегодня с вами стояли в цене и спокойно, ничего не боялись. Еще один адрес в почетном списке главы администрации. Здесь живет одна из самых возрастных жительниц города – Екатерина Михайловна Налибошко. В этом году она отпраздновала свой 101-й день рождения. Конечно, такое внимание к своей персоне Екатерине Михайловне приятно особенно. Да, сегодня она плохо видит, но чувствует, что важна и нужна другим. И в ответ на все поздравления искренне благодарит каждого. В преддверии Дня независимости Республики Беларусь наградой и отдельного внимания от руководства города, района, спонсоров будут удостоены все ветераны и участники Великой Отечественной войны, проживающие в областном центре.